В Ленском районе после испытаний на прочность магистрального газопровода «Сила Сибири» приступили к осушке и азотированию. Для этого газовики используют большие поролоновые поршни и сухой воздух, который подается под большим давлением. Чтобы удалить всю влагу из 800-километровой магистрали, понадобится несколько месяцев. А уже в декабре текущего года состоится торжественный пуск одного из ключевых объектов Восточной газовой программы. Вильяна Бояркина расскажет подробнее. Порядка 800 километров газопровода «Сила Сибири» в зоне ответственности Ленского филиала «Газпром» уже построены и откалиброваны. Сейчас газовики приступили к испытаниям на прочность. Одному из завершающих этапов работ перед торжественным пуском первого газа. Главное препятствие здесь – влага. Ее нужно удалить полностью. Каждые 50 километров делают это 8 огромных поролоновых поршней, каждый из которых весит около 150 килограмм. Не один раз их пропускают до полной осушки. Мы запасовываем поршня, приваривается заглушка с трубопроводом, куда подается воздух через компрессора, и поршня двигаются по трубе. И в конце, через 50 километров выходят, поршня новые у нас перед запуском взвешиваются, запасовываются в трубопровод, при выходе они также взвешиваются, и мы смотрим разницу, то есть сколько влаги они в себя взяли. Один проход поршней занимает порядка двух суток, и этого недостаточно. Газовики повторяют процесс несколько раз, причем воздух, давление которого приводит в движение поршень, тоже должен быть почти полностью сухой. Тут еще воздух должен соответствовать параметрам. То есть не просто атмосферный, а должен быть осушен до температуры точки росы минус 40. Давление, при котором идут поршня, 420-500 грамм. После этого, да, проходит сухой воздух, то есть вытесняем влагу в паровой фазе. Вытеснения влаги поролоном тоже недостаточно. 50-километровую трубу полностью осушают таким же сухим воздухом под огромным давлением в 110 килограмм на квадратный сантиметр. И ждут еще 12 часов. Выдерживаем в течение 12 часов, осматриваем, если нет утечек, заполняем азотом. Это для того, чтобы при подаче газа не образовалась газоводушная смесь. Все, после этого идет подача газа с чинистского месторождения. Такие испытания пройдут на всей протяженности магистрального газопровода «Сила Сибири», одного из ключевых объектов восточно-газовой программы ПАО «Газпром». На данный момент уже пройдено больше 350 километров. Половина его протяженности на территории Якутии. Аналогичные работы ведутся во всех других районах республики и страны, где лежит нитка газовой линии. Уже в скором времени после проведения всех этих работ трубы будут состыкованы. Дальше по ней устремится поток газа в Китае по дороге, газифицируя населенные пункты Якутии и Амурской области. Виллиан Бояркин, Сергей Часный. Вести при поддержке ТРК «Алмазный край».